Экшн! Да, перед нами Рига. Как ни странно, в этот дождь у нас есть контролёль. В любом сейме. А я буду пока нести всякий бред. Потому что контролёль, есть только в центре Риги. А на окраинах их нету. Почему их нету? Не знаю. Моя статистика говорит, что они появляются только в день аванса и в день получки. То есть 10-25-го? Да, только тогда они у нас на районе появляются. А так их как-то незаметно. Снега их заметна, но они ближе к центру бучкуются. Только там стоят. А по Аюнам редко бегают. Ну, редко все бегают. Ну конечно, когда мужики вас такие серьёзные поймают, вы никуда уже не убегаете. Потому что там у вас сложно от них бегать. Хотя, маленький вопрос. Так, имеете право. Сотрудники частной фирмы. Они достаточно не являются государственной фирмой. А, принципальная. Муниципальная? Не знаю, не знаю. Может быть и частная. Может быть и частная. Рыжская дума не является владельцем Рыжской думы. А? Нет, нет, нет. Она им... Ну а как же? Тогда она им постоянно деньгами деньги подкидывает. Нет, нет, нет. Мы ищем наркотики. Полиция может обыскать. Ну, в крайнем случае полиция может обыскать. При возникновении обоснованных подозрений. А может это делать частные лица, частный контор? Очень сомнительно. Я сомневаюсь, что они это будут делать, потому что у каждого может быть такая вот видеотехника, она запишет их лица и будет большой скандал. Может быть, это еще хуже. Может быть, просто так. А если кто-то еще на видео записывает, что кто-то там дается? И в итоге что получается? Получается, что им нужно вызывать самим полицию. Ну, они все больно не вызывают. А если у них эта связь плохая? Ну, если полиция к ним едет там один раз, или сотни. Вот отловили они сотню десанцев. Что, когда двадцать им привет полиция? Нет, конечно. Все, на этом мы прекращаем. Холодно, дождь идет. И подопройте нечего. Мохнуть им. Вещь, мохнуть.